здравствуйте эта программа открытый диалог с вами николай пивненко и сегодня поговорим о наверное самым важным деле последних ну скажу наверное месяцев это разговоры о том что якобы уже есть вакцина причем не одна причем не только у нас и что пришло все-таки время каким-то образом остановить вирус может быть не победить его но постараться по крайней мере сдержать то количество заболеваний заболевших к сожалению летальных исходов которые по-прежнему фиксируются каждый день мы даже вроде бы уже начали привыкать к тому что каждое утро и каждый вечер нам сообщают какие-то цифры но к сожалению от этой привычки нам легче не становится нам хочется остановить эту пандемию и все-таки забыть о ней и такой элементарный что ли пример хочется наконец выйти на улицу или зайти в метро или в магазин и снять себя маску но как быстро это можно взять как скоро это можно будет сделать вот обо всем этом мы сейчас поговорим с исполняющей обязанности заместителя главного врача по амбулаторно-поликлинической работе любилецкой областной больницы ольга леонтьевна шведчиковы здравствуйте ольга леонтьевна добрый день вот скажите первый самый простой вопрос я понимаю что наверно него никто не ответит но правда нужно что нам года на три на четыре теперь ходить в магазин в этих масках то в этих страшных то нашу но нельзя сказать что было три-четыре но для того чтобы ее как можно быстрее снять и приступить к нормальной жизни как вы раньше сказали значит необходимо защититься нам от этой инфекции подождать когда подойдет следующий этап облегчение нашего и вот этой участи пока мы защищаемся мы сейчас защищаемся защищаем внешне себя средствами индивидуальной защиты но нам на сегодняшний день у нас главная цель защитить наш иммунные систему защитить наш иммунный статус чтобы мы не заболели и не были переносчиком этой инфекции для населения вопрос мы как давно не говорили там весной я помню столько было разнообразной информации потом летом она другом ключе пошла сейчас в третьем все-таки я как-то не слышал ответ на главный вопрос может быть вы мне подскажите потом будем говорить о вакцине почему же наша иммунная система человеческая которая ко всему вроде бы уже была готова и вот эти замечательные рассказы о чуме об испанке но они как знаете какая-то историческая такая память вот и вот эти чумные памятники которые по всей европе стоят но просто люди смотрят даже не в курсе чему они посвящены почему человек оказался так слаб в иммунной системе что вот новое заболевание косит весь мир что это такое ну наверное косит весь мир потому что мы сейчас живем в таком когда в таком период в таком в таком периоде времени когда действительно у нас иммунная система имеет до изъяны и потому что мы каждый день подвергаемся стрессом а вот мы загружены на работе особенно люди которые живущие в таком большом мегаполисе информация большой информация да и поэтому с этим и падает иммунная система воспитания не про плюс неправильно питание неправильный образ жизни неправильно и наш настрой вообще на позитив и если бы не к виду могло что в другое прийти рано или поздно мы должны были бы с этим столкнуться думаю да ну и как мы понимаем что пока наверное все таки мяч какой-то степени на стороне к вид 19 или напомню что тут по-прежнему называется новая коронавирусная инфекция правильно да я называю правильно да вот и пока матч наш продолжается слава богу но мне кажется все таки еще болезнь выигрывает тем не менее уже мы близки к неких ну по крайней мере ничьей до говоря спортивным языком потому что то тут то там нам рассказывать о том что у нас три вакцины вроде бы как разрабатываются уже одна из вакцин это я сейчас говорю восприятие обычного человека да что одна вакцина уже не просто разрабатывается она уже есть и люди уже начинают то есть можно уже ее получить так сказать в себя извините за грубое слово дальше что есть какие-то значит вакцины за рубежом и есть информация о том что вроде бы не все так хорошо и у нас и не все так хорошо у них в разных направлениях потому что проводятся испытания я так понимаю что не везде они но этот этот препарат поддерживают давайте начнем с самого главного на сегодняшний день кроме вакцинации у нас нет пока способа чтобы если не остановить хотя бы снизить скорость распространения любого вируса то есть вакцина это но в общем-то глобальный способ который может хотя бы немножко эту проблему решить да только вакцинация сможет защитить нашу иммунную систему справиться этой болезнью и вот в нашей стране уже стартовала вот широкая такая вот вакцинация против к вид 19 разработана вакцина уже прошло исследование это гамка вид вак вакцина которая разрабатывалась национальным значит из-за тельским центром имени академика гамалеи вот которая сейчас уже вот мы вакцинируем первые значит группы риска так скажем не группы риска акцинируем медицинские работники которые находятся в группе риска с этой инфекцией значит медицинские работники педагоги и социальная сфера значит работники мвд жкх минтранса то есть вот приоритетные вот эти вот специальности профессии и структуры которые мы вакцинируем в первую очередь знаете мне что напоминает когда в самолете рассказывают правила полета говорят что если падают кислородные маски сначала наденьте кислородную маску на себя себя потом на ребенка потому что если вы наденете на ребенка а потом с вами что-то случится то он останется беспомощным такой еще вопрос в народе говорят сейчас мы вернемся конкретно кто и вакцине которые говорите и собственно говоря к этому вопросу нужно не нужно а ведь говорили что ну сначала вот все сидим дома понятно понятно что наверное очень трудно высадить всему миру дома у себя в квартире тем более что достаточно кому-то каким-то образом этот вирус принести я не знаю из подъезда да и все кто сидят дома они естественно будут заражены а есть такая теория что может быть надо переболеть и тогда выработать общим ну понятно что будут жертвы они к сожалению уже есть может быть надо всем переболеть и не нужна никакая вакцина каждый как-то кто-то сложнее переболеет кто-то вообще не заметит тем более мы знаем такие случаи да по опыту первой волны которая началась у нас вообще вообще первый случай российской федерации зарегистрирован 31 января 2020 года и заболеваемость уже прям вот пошла где-то с февраля с марта с этого года и по опыту первой волны значит молодые люди которые переболели не переболели в легкой форме и бессимптомной форме подошли сам 540 потому что у них до иммунитет сильнее чем у людей более пожилого возраста плюс как раз все верно вот и поэтому многие уже и переболели и у них были антитела которые потом проверяли иммуноферментным анализом но к сожалению эти антитела не выработали стойкий иммунитет антитела у многих и у молодых да они исчезли то есть у них опять возникла риск заболеваемость и все заново да 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 и поэтому не гарантирует что ли нам уже до вакцина конечно и если он повторно заболевает возможно вирус тоже мутируется если он повторно заболевает то неизвестно в какой степени он будет приносить и тот же и молодые люди смертность к сожалению и среди молодых людей да это же было давайте вот о чем поговорим вот есть вакцина еще раз назовите как она программ к вид бак вот вот она прошла то есть раз вы начинаете прививать уже людей не это не добровольца это не это не добра мне проверочная история это в принципе получается что она уже утверждена она зарегистрирована она разрешена к применению она прошла полные сертификационные цикл и поэтому мы ею уже работаем понятно а вот когда вакцина к вам поступают как к врачам там какая-то есть инструкция да или как ну это инструкция для врача в первую очередь для медицинского персонала которая работает с этой вакциной не для пациента я понимаю да но это вакцина двухкомпонентная она состоит из двух компонентов значит первая вакцина значит вводится после проведения значит и диагностики на наличие антител в организме если значит антитела на иммуноглобулина g меньше десяти значит то есть у него этого человека нет нет ни заболевания нет антител нет защиты организма против новой карты же не переболел он не он может быть и переболел но антител у него нет то есть он может еще раз заболеть и поэтому вот эти пациенты мы проводим отбор и им показана вакцина профилактика мы будем значит вакцина абсолютно значит бесплатная значит на добровольной основе то есть человек сам приходит заполняет анкету хочу методом тоже отбора после значит заполняет анкету после осмотра врачом-терапевтом вводится значит первый компонент этой вакцины через 21 день мы вводим второй компонент смотрим за состоянием этого пациента также перед осмотром значит мы проводим и защита передаю вакцинация проводим осмотр и вводим второй компонент то есть иммунитет формируется в среднем 42 дня 42 дня только через 42 дня вырабатывается стойкий клеточный моральный иммунитет то есть человеку может быть защищен это про я хочу быть защищен и я хочу вам сказать вот уже на опыте как бы вот уже в первых вакцинированных среди даже медицинских работников и которые вакцинировались и вот прошли 21 день и до 2 вакцинации мы уже смотрим эти тела то есть антитела и имеет рост антител то есть уже формируется иммунитет уже формируется мы с помощью первого компонента уже немножко обманываем вирус да но уже формируется иммунитет образуется защитные силы до масса разговоров по поводу того что месяц нельзя пить до вакцинирования потом естественно 21 год наверно тоже нельзя пить и после то есть я к чему веду не обязательно что пить не пить но какая-то особая подготовка нужна вы сейчас сказали о группе риск да условно которые первыми но потом придет время обычных людей то есть как-то они должны как-то к этому подготовиться или какие-то какие особенности скажем так ну вообще за три дня до проведения вакцинации первое даже вот обедение первого компонента значит нежелательно принимать алкоголь так как алкоголь снижает иммунную систему и конечно же это является отрицательным фактором да после введения первого компонента значит тоже желательно не употреблять три дня три дня вообще принимать алкоголь вот полного запрета пока не я пока нет но злоупотреблять этим да ни в коем случае нельзя не поймите не правильно новый год да и люди вот вроде и хотят вакцинироваться но как так растянута масса праздников при этом люди понимать те кто хочет вакцинироваться что как раз на новый год ты можете заражение произойти да я хочу сказать что вы три дня прям полный запрет а потом значит в любом случае иммунитет я вам сказала что он формируется с 1 по 21 день то есть 21 день после до следующей вакцины то есть в этот день но бокал шампанское и бокал сухого вина не помешает но алкоголь снижает иммунитет и если он будет мешать образованию этих антител то вакцинация в принципе может быть бессмысленной то есть лучше все-таки может быть провести как новый год по-новому действительно отказаться от этого если вы решили вакцинироваться а вот как вакцинироваться почему люди есть которые не хотят вакцинироваться почему есть люди которые считают что вакцина даже опасно для жизни что вроде бы есть даже летальные исходы вот об этом обо всем мы поговорим с нашей гостью буквально через некоторое время напомню что эта программа открытый диалог сегодня говорим на серьезную тему это появление вакцины от коронавируса и можно ли так сказать что это действительно вакцин от коронавируса или это все-таки вакцина которая помогает на появлению антител против этого еще до конца на мой взгляд не исследованного этой такой беды вселенской у нас гостях исполняющие обязанности заместителя главного врача по амбулаторно-поликлинической работе люберецкой областной больницы ольга леонтьевна шведчикова ольга леонтьевна ну мы уже выяснили да что вакцина к вам поступила все инструкции необходимы для медицинских работников есть вы сказали что за три дня до введения этой вакцины нужно вести супер здоровый образ жизни потом идет 21 день между первым вводом и вторым вводом вот тоже наверное нужно как-то сдерживать себя и потом уже смотрим результаты вот тут возникает сейчас такое модное слово кави диссиденты помните было а есть конечно же и вакцины диссиденты люди которые считают что вакцина но если у нее есть хотя бы один процент опасности да то лучше ее не вводить это и с гриппом было и так далее вот я например могу честно сказать что я давно скептически отношусь вообще к вакцинированию и знаю очень много людей разных да ну разного скажем там подхода к жизни которые отрицательно вообще относятся к вакцинированию то есть них принцип такой ну лучше я переболею если уж так судьбой суждено вот чтобы вы сказали таким людям которые скептически относятся к вакцинированию тем более на мой взгляд и на взгляд этих скептически относящихся к вакцине людей до конца пока еще непонятной вакцине потому что ведь до конца еще вроде как не выяснили что за вирус ну вирус уже выяснили мы уже работаем института наши работают и умы наши российские работают поэтому вакцине надо доверять и надо очень хорошо подумать эти люди которые вот это скептически к этому относится я предполагаю что люди просто не видели не столкнулись с этой болезни с этой трагедией не увидели тех людей которые страдают страдали такой болезнью и сейчас страдают и поэтому я думаю что надо вакцинироваться надо изменить свое мышление надо но я не знаю многие многие родители когда вот и я своего ребенка и все в семье у нас все вакцинируются всеми вакцинами которые сейчас есть потому что уже всегда вырабатывать свой иммунитет потому что недостаточно нашего иммунитета это все инфекции пришедшие они же тоже на к нам пришли эти инфекции они же не у нас если какие-то инфекции есть у нас и нужна среда для того чтобы они развились эти инфекции пришли к нам но со времен гриппа да уже сколько штаммов было и даже в последнее время скажем в москве там хоть возле метро даже в магазинах больших торговых центрах можно вакцинироваться но люди не ходят они до конца не верят это скажите вот ответ на простой вопрос но ведь летальные исходы есть летальные исходы не могу сказать что есть при вакцинировании потому что летальные исходы могут и без вакцинирования быть вы же понимаете что и даже многие сейчас я просто слышу и проводим дискуссии когда приходится мне переубеждать людей что вот вот вы привились они и они заболели после вакцинации значит это первая вакцина и даже и вторую не будем вот может человек заболеть конечно же потому что сам метод вакцинирования предусматривает иногда нет да я чуть позже остановлюсь на этом вот но люди могут заболеть и и не только как бы вот вот какими-то там серьезными заболеваниями не могут смысле простудными заболеваниями там леди коронавирусной инфекции как они говорят они могут заболеть инфарктом и инсультом и но это не связано с вакциной понимаете потому что есть состояние которые вообще никакое отношение имеет вакцина и она не может спровоцировать даже совпало совпало конечно и люди да и я хочу сказать что могут они заболеть и простудами заболеть коронавирусная инфекция даже они могут заболеть промежутки между вот этими вот двумя вакцинациями между двумя компонентами между первой и второй потому что еще не выработался иммунитет тот который должен выработать и защитить ваш организм но люди почему мы же слышали много раз человек сделал прививку от гриппа температура поднялась и он слег на и получается или например так говорят это я сейчас про грипп да говорят так вот я не делал вакцину один раз делал вакцину и весь год болел тот месяц проходит опять заболел и так далее такая реакция организма что ну вот болел неглобально может быть да но да но он вот он переболел он может вот даже по опыту вот сейчас низшей вакцины которые сейчас вот мы будем гам ковид вак вакцина значит в течение практически у нас ну можно сказать 80 процентов в течение суток полутора суток была субфеврильная температура значит боль вместе вместе ведения вакцины головные боли могли могут быть вот может быть дискомфорт в мышцах вот то есть это и эти явления которые проходят через это же вакцина вырабатывается антитела на антиген введенные да и поэтому просто нужно это потерпеть понимаете и через сутки эти все явления проходят значит правильно я понимаю что даже те люди которые были диссидентами до пандемии до имиду коронавируса они наверное склонны к вам прийти ну к вами имею ввиду там где можно эту вакцину получить на сегодняшний день когда будет глобальное вакцинирование ну вот скажем городском округе люберцы скажут что любой гражданин проживающий на территории городского округа люберцы может прийти провакцинироваться будут какие-то пункты открыты идет ли над этим работа и вот вы сказали что вакцина бесплатная или будет вариант бесплатного вакцинирования и платного что вот сейчас рассматривать для жителей люберецкого района прикрепленного нашего населения вакцина бесплатно значит у нас в люберцах 12 взрослых поликлиник значит в каждой поликлинике мы сейчас работаем в режиме значит чрезвычайно чрезвычайном да мы работаем значит с 8 до 8 и будни и выходные дни у нас открыто расписание в системе и миас и люди могут записаться через портал госуслуг уже на вакцинацию конкретно для отбора от к вид на начальнюю вакцинацию она и фа для проведения и фа это и фа это есть объясню это иммунофермерный анализ для значит это анализ крови для значит получения результата ваших антител и для отбора на вакцинацию то есть если нет антител мы готовы вас вакцинировать значит для вакцинации у нас открыты четыре площадки 4 поликлиники это поликлиника номер 2 на улице льва толстого 5 поликлиника номер 3 на вугах 22 22 в 22 а значит поликлиника номер 4 улица красногорская 26 в и у поликлиника номер 6 назаровская 3 значит это пункты вакцинации куда поставил минздрав нам вакцину они привезли нам значит доставили нам холодильники морозильные камеры потому что эта вакцина хранится морозильной камере при температуре минус 19 это уже все есть это у нас уже все есть мало того у нас только вот этих четырех поликлиниках значит есть они предоставили нам две морозильные камеры потому что одна резервная на случай вдруг что так вы же был строя чтобы не погибла вакцина значит и мы храним вот в этих морозилках эту вакцина значит один флакон рассчитан на 5 на 5 человек и поэтому мы как бы вот так вот подбираем людей чтобы флакон хранится после открытия вскрытия флакон хранится два часа мы по специально значит инструкции размораживаем этот флакон и вакцинируем в течение двух часов значит пациентов если пациент у нас набралось 3 и 2 то есть вакцина пропадает вакцина дорогая но вот для нас она бесплатно но всяком случае государство платила немалые деньги на ее производство хорошо вот человек сейчас послушал нас до простой человек не врач не педагог он может записаться и автоматически его направят либо в ту либо в ту но там где по очереди да сегодня запишется когда его могут пригласить для вот прохождения этого этапа еще раз напомним что сначала вас обследуют болели ли вы к видам во первых болеете ли вы второе да болели ли если антитела если не болели и антител нет по какой-то причине может быть и мы и болели но их уже нет или совсем там чуть-чуть мало да тогда мы годны скажем так к вакцинированию и через сколько вот если сегодня запишется он может попасть значит если он сегодня запишется на какой определенный день он к нам придет сдаст анализ крови на следующий день результат готов и мы ему сами прозвоним потому что при записи на антитела там прописывается номер телефона обязательно и мы пациенту прозвоним и пригласим его на вакцинацию хорошо такой еще вопрос мама папа ребенок простой вариант и бабушку дедушку возьмем еще на всякий случай вот если например и все не болеют да все в принципе угодно для вакцинирования надо всем провакцинировать если значит или никому не вакцинировать на сегодняшний день к нам поступила вакцина про которые сейчас говорю гамка вид вак это вакцина от 18 до до 60 лет значит сейчас готовится вакцина которая разрабатывается вакцина которая для более ослабленного значит иммунитетом после 60 лет и для группы риска и значит и уже апрель-май будущего года детская начата до разрабатывается детская вакцина где бы провалил также исследования и будут уже вакцинировать детей и все-таки люди которые боятся вакцинироваться боятся скажем так даже может быть и видели и понимают но вот у них есть недоверие тем более они слышали ну интернет живем в век интернетах в дождении все что вот там на западе есть вакцин что она как-то по-другому проходит вакцина который тоже уже кто-то там покупает и так далее как понять чем отличаются эти вакцины потому что многие страны этим занимаются и точно так как тот же грипп или другие варианты да можно было нашу вакцину уколоть а кто-то хотел покупал например импортную вакцина которая немалых денег стоило вот как человеку в этом разобраться сложно это сложно переубедить человека который вот настроен вот так вот но я считаю что мы живем в россии у нас есть центральные такие вот исследовательские институты эпидемиологии микробиологии и институты которым надо доверять наши вакцины и заключили насколько вот мне известно заключили очень много контракт на покупку нашего вакцин то есть мы одни из первых вот но я не могу знать эту статистику но я вот сама вакцинирую всегда каждый год и свою семью акцинирую наш российской гриппозной вакцины я понимаю есть романе и масса лекарств но не секрет для нас что одно и то же лекарство да она иногда гораздо хуже чем может быть какой то причем не обязательно там европейские там другие страны у которой может быть специализируется именно на этом при препарате я к чему просто говорю будет ли потом у человека возможность выбора разных вакцин тем более у нас их тоже уже вроде бы как одна вот в действие еще 2 там спутную вакцину спутник да а спутникова это и есть ганка нет вагда да да я думаю другой векторная да то есть будет потом выбор еще как то что я сейчас не могу сказать потому что таких данных нет то что то что мы работаем со своей да но вы сейчас затронули как бы лекарственные препараты вот какие-то там все равно сейчас больше все таки отечественные мы лекарственные препараты используем потому что международное название этого препарата и субстракт этого препарата все равно один как бы ты как это какое бы ни было торговое название платишь да все равно да 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 но нам кажется чем дороже тем лучше а дороже и связи с нашими сейчас низшим курсами и все прочее естественно будет дороже импортная а вот еще развеете миф после того как нам рассказывали о том как эта вакцина проходила испытания слова плацебо все время звучало как-то вокруг это что такое что здесь за принцип почему плацебо но плацебо это неактивная вакцина которую вводили и смотрели за результатом наоборот которые вот вакцины которые действующие вакциной и смотрели на результаты на антитела чтобы показать это исследование как работает вакцина которую вот разработали которую хотим привить наше население ну что у нас остается время подвести итогов и так есть люди которые верят в вакцинацию и которые услышали что сегодня они могут зайти здесь в городском округе люберцы и записаться для но сначала на исследование чтобы потом после исследования провакцинироваться если есть такое желание то есть у нас уже вакцинация началась с чем можем поздравить тех кто вакцинацию верит изначально тех же кто вакцинацию не верят мы попытались задать те вопросы и получить на них ответы и позадумайтесь выбор естественно за вами потому что нас добровольно пока это все добровольно нет слухов что может быть там у нас вакцинации на всегда добровольно но были варианты сделать закон что обязательно вакцинации просто у каждого должна она ведь все-таки должна быть гражданская ответственность я считаю да люди должно быть вакцинировать люди должны быть здоровые соответственно здоровое наше население особенно подрастающей население поэтому нужно выработать нормально хорошие иммунитеты чтобы бороться эти инфекции пришла к нам откуда а если сейчас к вам наплыв пойдет справитесь мы справимся мы справимся если нужно если мы не справимся и 4 при клинике значит и откроем еще поликлинику то есть не здрав нам даст добро на открытие ну и сам мы сейчас извините пожалуйста мы сейчас ждем очень большую значит поставку вакцины вот ближайшие дни поэтому это специально для московской области может быть мы в эксперименте участвуем или это нет это уже во многих регионах российской федерации москва прививается московской области уже регионы насколько я слышала процесс пошел процесс пошел прошел последний вопрос расскажите мышцки и сейчас стараемся даже врачи особо не трогать потому что тяжелый период все таки какова сейчас ситуация вот в люберецком нашем регионе сейчас совпало так сезонным подъемом вот и поэтому у нас заболеваемость высокая вот как обычно и в этом периоде а вот но немножко выше связи вот с этой инфекцией расслабляться пока расслабляться очень даже рано вот и поэтому нужно в первую очередь конечно по возможности самоизолироваться особенно людям пожилого возраста и молодым которыми тоже являются приносят домой пожилым людям являются переносчиками и поэтому носить средства индивидуальной защиты соблюдать и значит ну все чему мы научились за это да вот все верно правильно питание право верно образ жизни которая тоже должен будет защищать нас и новый год надо как то все таки отметить так чтобы он был радостным а не печальным потому что насколько я понимаю врачи же люди интеллигентны и то есть смертность по-прежнему не радует ну смертность есть она и наверное ну вот только вот мы сможем вместе справиться с этой болезнью то есть если бы все улучшилось то оба вакцине бы наверно говорили чуть меньше у нас в люберцах открыты вот два значит инфекционных стационара которые если у нас первую волну были проблемы с больной госпитализации больные с понимание вот в этом плане мы не только лечим своих люберечан в этих стационарах инфекционных но и лечим со всего нашего люберецкого округа и других значит городов нашего московской области справляемся справляемся у нас всегда есть значит свободные места у нас идет динамика монитор за значит это тяжелыми и переводом с тяжелых койок на легкие койки то есть чтобы всегда были у нас гибкий механизм уже да 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 все это отработано нас ежедневно у нас проводят в кс министр здравоохранения московской области ежедневно включая субботы где каждая койка на счету спасибо большое это была программа открытый диалог задумайтесь над всем тем о чем мы здесь говорили с вами был николай пивненко до свидания